Подготовка к предстоящему отопительному сезону стала одной из главных тем на совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. В Самаре около 10 тысяч многоквартирных домов. Их обслуживают 193 управляющие компании. Говорили о дополнительных правилах проверки домов. В этом году специалистам предстоит осмотреть тепловые контуры как минимум в 50% жилого фонда. Мы подготовили единый чек-лист осмотра теплового контура МКД. Главы все на обратной связи. С каждым из них руководитель подразделения проработает. Чек-лист будет направлен. Елена Владимировна, через вас. Очень большой фонд. Очень много вопросов. Там, где непосредственно требуется проведение контрольно-надзорных мероприятий, это мы берем на себя. Инспекторский состав на это ориентирован. Там, где непосредственно нужно осмотреть, прошу к этой работе подключиться. Елена Лапушкина поручила главам районов назначить ответственных за осмотр тепловых контуров домов. Обращаюсь сейчас к главу внутригородских районов. Закрепляйте за домами людей. Это могут быть управляющими к району, это могут быть и председатели. То есть необходим визуальный осмотр теплового контура у каждого дома. Все, что касается социальной сферы, как готовились, так и готовимся. И школы, и детские сады. И культура у нас, и спорта тоже на отдельном особом контроле. Также Елена Лапушкина отметила, что работа по модернизации теплосетей, которая активно ведется в городе, должна проходить в ранее согласованных графиках. Тепловые сети обновляют на 24 участках. Контроль должен проводиться ежедневно. До начала отопительного периода управляющие компании должны выполнить все работы, чтобы не допустить срыва процесса подключения. Это ремонт внутридомовых систем отопления, промывка и опрессовка тепловых систем. Паспорта готовности МКД размещаются в системе ГИС ЖКХ. Обсудили на совещании промежуточные итоги реализации нацпроектов. В текущем году Самара является исполнителем 10 проектов. Их реализацию оценивают по 44 показателям. На сегодня по 12 показателям достигнуты плановые значения. Среди них 5 социально значимых нацпроектов – безопасные качественные дороги, жилье и городская среда, образование, здравоохранение и демография. Реализация последнего тесно связана с доступностью дошкольных учреждений. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в прошлом году он достиг 100%. Созданы места в разновозрастных группах. Это порядка 600 детей уже направлено. Кроме этого, группа кратковременного пребывания. Хочу обратить внимание, крутые ключи 5-й просек и Волгарь. Мы нашли возможность открыть там группы 4-х часовые, куда детей приводят только на образовательный процесс. Ближайшее распределение места в детских садах пройдет уже на этой неделе 2 августа. Виктория Шарая, Константин Головин. События.